Ирочка, привет! Мой привет! А что ты делаешь? Сахар цветы насыпаю. Чтоб дольше стояли. А зачем аж так заморачиваться? Нужно бережно относиться к тому, что тебе дарят раз в год. Но букет красивый. А мне Рома подарил 51 розу. Ирочке Герберы. Юля, тебе что подарили? А у нас дети. Цветы жизни. Зачем тратиться? Цитата. Прям так и сказал? Да. Он еще и шутит. Цветы завянут, а дети долго простоят. Сына, а ну в угол! Понятно. Ирочка, у тебя есть что-то выпить? Да мой вчера весь бар выпил. Все-таки праздник. Жалко. Я бы сейчас выпила вина или мартини. Девоньки, ну не первый же день знакомы. Папа. Так, рассказывайте, как у кого прошло восьмое марта? Просыпаюсь я в восемь утра от того, что мой... Незаметно пытается сползти с кровати. Ну, чтобы поехать цветы купить. А я проснулась в восемь утра от нежного поцелуя. Я проснулась в восемь утра от храпа. Незаметно сползла с кровати, чтобы муж не проснулся и пошла готовить завтрак детям. В общем, обычный день. Ир, так а что твой? Ну, у меня есть полчаса, пока мой поедет за цветами, чтобы накраситься и снова лечь в постель. А, с этим надо осторожно, потому что я один раз накрасилась, легла, уснула, просыпаюсь. А на меня с подушки мое лицо смотрит. Лучше расскажите, что у вас там дальше. Ага. 12.00 мне мой говорит, у меня сюрприз, идем в кино. 12.00, у моего тоже сюрприз, идем в кино. 12.00, мой проснулся. И что, и что, дарит подарок? Нет, идет в туалет. И сидит там так долго, как будто мы пошли в кино. Блин. Нет, девочки, это очень хорошо, потому что в туалете у нас висит календарь. И он вспоминает о том, что сегодня 8 марта. Прям так? Да, выбегает такой. Ирак, ирак. Чеф звонил, срочно на работу, срочно на работу. А сам едет за подарком. А, откуда ты знаешь, а вдруг ему действительно на работу нужно? Да нет, точно за подарком. Не просто же так у меня 500 гривен из кошелька взял. Так интересно, и что он все-таки подарил? Деньги. Деньги? Ну да. Ирак, Ирак, я выбирал, выбирал, но ты же себя лучше знаешь. На, купи себе что-то. Вот тебе 400 гривен. Так он же брал 500. 100 туда и обратно на такси. И ты даже не обиделась? Ну он же для меня спешил. Это тоже цитата? Нет. Цитата это «Я лег, тебе хрен угодишь». Ха-ха-ха-ха-ха. Ань, на какой вы фильм ходили? Инфоголик. А что, инфоголик? Потому что это реклама. Я, кстати, вам очень советую, очень смешно, обязательно сходите, не пожалеете. Так и что дальше было? А, в 16.00 идем в ресторан. В 16.00, мы тоже идем в ресторан. В 16.00, начинаем звонить по ресторанам, а все забронировано. Неожиданно. Что, вы так и остались дома сидеть? Да нет, я опытная. Я заранее заказала столик в пиацу. Слушай, а твоему не стыдно, что ты еще и на 8 марта сама бронируешь столик? Ну, я же не дура. Я ему сказала, позвони в пиацу, а вдруг там остались столики. И че? Тут главное успеть позвонить до него и снять резерв. И он такой выбегает, довольный. Эк, эк, а я же тебе говорил, что заранее бронируют только лохи. Это получается, ты все организовала, а он тебя еще и лохом назвал? Блин, сейчас еще обиднее стало. Люблю ходить на 8 марта по ресторанам, заказывай, что хочешь. Да, мы тоже вчера поели, выпили, ну где-то на тысячи полторы. А у нас на все, про все 400 гривен. Юль, так он же тебе эти деньги подарил, чтоб ты что-то купила. Так я и купила. Карбонару, салат, коктейль, а себе чизкейк. Подожди, то есть он пожрал, нажрался, а тебе чизкейк? Да, он так и говорит. Юляк, люблю ходить по ресторанам 8 марта, заказывай, что хочешь. Да. Девочки, давайте не об этом. Что кому подарили? Я на протяжении месяца каждый вечер намекала, что я хочу седьмой айфон. Не-не-не, вы не так поняли. Ну я там ему смски писала, типа, ой, у меня что-то кнопки западают, ой, у меня камера не работает. Потом прямым текстом написала, хочу айфон. И что, подарил? Угу, конечно. Подарил эротическое белье. Так это он тебе намекал, как надо было намекать. А мне мой подарил седьмой айфон. Ммм. Не-не, девочки, вы что? Я тоже своему смс-ку написала, но верняковую. Какую? С вашей картки было снято 20 тысяч гривен. Ой, девчонки, надо, наверное, закругляться, а то мне мой пишет, ты где, чего я так долго жду тебя, давай домой. И мне мой пишет, и еду домой, приготовь чё-нибудь пожрать. Блин, и мне мой написал. Юлёк, жрать приготовил, детей накормил, гулять сколько хочешь. Вот видишь, всё-таки хороший у тебя муж, молодец. Юлёк, Юлёк, ну, я тебе дозвониться не могу, у тебя телефон сел. Так он тебе что, только что смс-ку не прислал? Ну, чё сидишь там, дети дома орут, жрать нечего, вы тут языками чешете. Давай, шевели булками, а то пойдёшь пешко. Вы машину купили? Нет, это он пролив. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова